Других. Я записываю конференцию, чтобы мы могли ее дать другим потом послушать. Кто у нас здесь уже был? Тоже, что много новеньких. У кого какие есть вопросы и у кого есть какие результаты уже? Потому что очень многие уже говорят о том, что они видят результаты. Потому что мы всегда помним, что основа – это состояние. Потому что когда у нас ресурсное состояние, все остальное начинает к этому подтягиваться. Когда мы в потоке, все начинает работать на нас. То есть когда мы входим, тема встречи будет, как всегда, одна и та же. Войти в такой ресурс, чтобы творить свою жизнь. Войти так в ресурс, чтобы сотворить любые обстоятельства. Мы помним о том, что наши слова – они живые. Что мы говорим, мы можем своим обстоятельствам говорить, и они будут меняться. Мы повелеваем чему-то происходить, и оно происходит. Все, что пожирала саранча, как я это говорю, вот то, что происходит сейчас, ее пожирала саранча. Но Бог и Слово, которое нами сказано, оно способно компенсировать любые потери. Невозможное станет возможным. Нереальное станет реальным. То есть те, кто понимают силу Слова, те, кто понимают, что высвобожденное Слово имеет колоссальнейшую силу, наши слова имеют силу. Кто для себя видел в своей жизни? Все, что вы говорили, с вами происходило. И если вы говорили, например, «это что-то», и вы понимаете, что «это же говоря», вы это произведете в жизни. Итак, я вчера многим из вас видела такую, когда вы вечеринку писали «благодарность», я много медитировала. Ребята, сейчас не время медитировать. Сейчас время говорить. Медитации не решают ваши проблемы. Медитациями вы уходите. Вы уходите из реальности. Вам не нравится реальность, в которой вы находитесь. И вы, медитируя, вы уходите. Вы уходите из этой реальности, потому что вам не нравится. И вы уходите из реальности. Медитация, медитация рознь. Если вы пошли в медитацию чужую, кто-то записал на ютубе медитацию, и вы легли, расслабились и послушали медитацию. Медитация – это слова. Она фоном легла и фоном ушла. Но вы не решаете проблему. Она ещё больше становится. Почему? Потому что у вас появляется надежда. Долбанная надежда. Давайте я выпаду. Долбанная надежда. Я надеюсь, что ситуация как-то решится. И если вы слушали занятие три дня назад, мы очень жёстко говорили. Есть надеюсь, есть верю и есть знаю. Это разные вещи. Так вот, когда мы высвобождаем слово, мы знаем, что моё слово имеет значение. Моё слово имеет вес. Моё слово начинает находить воплощение. Я знаю, что я знаю, что я знаю, что всё, что я говорю, обязательно найдёт воплощение. И оно воплощается прямо сейчас. Сейчас. Оно реализуется прямо сейчас. Поэтому, когда вы попадаете в эмоциональную яму, когда вы попадаете в какой-то страх, когда попадаете в то, о чём мы вчера говорили, да, практикум страха, когда вы попадаете, и вас трясёт, и вы не понимаете, где вообще деньги взять, и вы понимаете, что это обижается срок, там, завтра отдать банку или там, послезавтра, не важно, через месяц, это время не медитации, это время не сидеть и труситься, это время говорить. Как говорить? Вот теперь самое основное. Мы вчера говорили об эмоциональном голоде. Я сегодня, наверное, эту тему не затронула, потому что она очень глубокая. Но, тем не менее, как её вот этот эмоциональный голод заполнить? Вы знаете ответ. Вы все знаете ответ. Как? Через новую эмоцию. А какая эмоция самая-самая ресурсная? Какая эмоция самая-самая-самая ресурсная? Благодарность. В тот момент, когда вас трусит, вы что начинаете говорить? Вы начинаете благодарить. Благодарю, что я хожу в торжестве. Благодарю, что мои слова имеют значение. Вы раскрываете объятия. Вот, вы становитесь в такую позу. Или, если вы не можете, на транспорте едете. И вы не можете в этот момент в такой позе быть. Но хотя бы представьте себе эту позу. Вот, вы открываетесь жизнью. Вот, вы открыты Богу. Вы открыты жизнью. Вы открыты всемогущему Богу. Вы открыты всемогущему, всезнающему. Да, сегодня ваш ум, он не знает, как решить ситуацию. Ваш ум, он достаточно ограничен. Он на сегодняшний день находится в состоянии, он только лишь то, что он может увидеть, то, что он может сейчас. Поэтому, конечно, он видит финансовую яму и он ужасом думает, боже, я никогда не выйду из этой ямы, финансовой ямы. А ваша задача в этот момент открывать свои уста и начинать благодарить. Благодарю. Благодарю, что я торжествую. Благодарю, что я триумфирую. Благодарю, что я свободна от страха. Благодарю, что никаких сожалений о прошлом. Благодарю, что мое слово прямо сейчас имеет значение. Благодарю, что прямо сейчас по моему слову происходят события. Благодарю, что своими словами я сотворяю свою реальность. Благодарю, что прямо сейчас Бог компенсирует и Бог компенсирует любые все, что пожрала саранча. Все, что пожрала саранча, Божье Слово покрывает. Я прямо сейчас говорю, что деньги приходят и от юга, и от запада, и от севера, и от востока. Я прямо сейчас говорю, что мои жительницы благословены, мои сокровищницы благословены. Я говорю, что мои делатели приходят. Я благодарю, что у меня много клиентов. Я говорю, я говорю по словам моему происходит. Благодарю, 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 что я торжествую, благодарю, что я всегда хожу в радости, благодарю, что мои ноги танцуют, благодарю, 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 благодарю. Если первые слова ваши начинались с позиции «благодарю», «мне благодарность», «какую благодарность, я не понимаю, что я проходила», то следующие слова у вас начинают уже появляться вот эта сила, она начинает «благодарю, что я хожу всегда в силу», «благодарю, что сила Божья доступна мне», «благодарю, что жизненная энергия идёт через меня», «благодарю, благодарю». Я вижу, как жизненная сила сейчас идёт через меня. Благодарю, благодарю, я подключена к всемогущему Богу, я подключена к всемогущей энергии жизни. И вы говорите, и тут же сразу это видите. Ребята, меньше прорабатывайте и больше говорите. Серьёзно я вам говорю. Потому что чем больше вы прорабатываетесь, зачем я не хочу, чтобы у меня не было денег? Ой, зачем я не хочу, чтобы у меня не было денег? Вот не знаю, у меня эти вопросы, у меня ещё большую депрессию загоняют. Ну и хотела я раньше, ну и хрен с ним. А сейчас я хочу. А сейчас я разрешаю. А сейчас я решаю, что все мои счета покрыты. А сейчас я решаю, что банки благоволят ко мне. А сейчас я решаю, что сверхъестественно приходит обеспечение. Сверхъестественно от Бога всемогущего приходит обеспечение. Боже, я благодарю Тебя, что Ты открываешь мне глаза. Я благодарю, что я сажусь на голос решения. Я благодарю, что я слышу голос решения. Я благодарю Тебя, что голос решения звучит громче всех остальных голосов. Я благодарю Тебя, что я не уповаю сейчас, но вернёт Кирилл мне деньги или не вернёт. Я уповаю только на то, что я сотворю. Я благодарю Тебя, что я способна сотворить любую сону и призвать любую сону в жизнь. Я говорю прямо сейчас возрождение и жизнь моим деньгам, возрождение жизни мне, возрождение и жизнь. Я прямо сейчас говорю, что я свободна от чувства вины. Я прямо сейчас говорю, что я свободна от всяких долгов. Я прямо сейчас кидаю все долги сзади себя. Я говорю прямо сейчас. Мои деньги слышат мой голос, мои деньги приходят. Мой бизнес процветает, мой бизнес процветает. Люди приходят. У меня всё больше и больше клиентов. Клиенты приходят, клиенты приходят. Мой бизнес расцветает. Я всегда знаю, что мне делать. Благодарю, 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 благодарю. Я начинаю танцевать, я начинаю ликовать. Я благодарю, благодарю, благодарю. Я ликую, я танцую, я знаю, я повелеваю себе знать. Я повелеваю себе знать решение прямо сейчас. Голос решения звучит громче всех голосов во мне сейчас. Голос решения. Я всегда знаю, что мне делать. Я всегда понимаю, что мне делать прямо сейчас. Я люблю действовать. Я люблю побеждать. Я вижу, что это победа. Я выигрываю. Я выигрываю в этой ситуации. Я всегда выигрываю. Деньги ко мне прямо сейчас. Деньги ко мне сейчас. Прямо сейчас. Деньги приходите. Деньги приходите. Мои счета покрыты. Вечно. Вы прямо высвобождаете это слово вечно. Вы прямо говорите вечно. У меня обилие денег. Вечно мои счета покрыты. Вечно я нахожу обилие. Обилие во всем. Вечно, вечно мои цели осуществляются. Вечно. То есть, смотрите, мы здесь освобождаем силу, мы освобождаем мощь, мы освобождаем такое, знаете, вот драйв, мы начинаем освобождать. А если ещё в этот момент вы включите какую-то музыку, я очень люблю музыку чемпионов. Лай-на-на-най-най-най-на-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най. Кто его? Меркурий, да? Я вот начинаю вот это вот в этом состоянии. Найдите ту музыку, которая в вас будет в гимне. Прямо сбрасывайте, давайте в группу, у кого какая любимая музыка, гимны, торжество. Не упаднические вот эти музыки, это вот состояние опоплакать дух, а состояние, которое возвышает дух, состояние, которое возвеличивает дух. Я очень люблю песни, сейчас я вспомню. Я вообще очень люблю все слова оборачивать в песню. Я пою, моя душа всегда поет, мои ноги всегда поет, вечно мне везет, вечно со всех сторон мне помогает, вечно Бог мой усматривает для меня решение. И решение уже есть прямо сейчас. Я уже знаю, что решение есть. Кому вот такой принцип нравится? Кто прямо сейчас чувствует, что у вас сила поднимается через вот такие вот вещи? Ну давайте об этом. Да, очень-очень. У меня? У меня? Вот. Видите, вот очень-очень-очень-очень-очень-очень. Поэтому в это время, в это, как это называется, инвестировать, это основа всего. Вы сидите и листаете этот чат, что там про дамы не сказали, когда мне уже деньги идут. А может быть, а может быть, а может быть, а может быть, уберите это все. Я знаю, что Бог способен мне компенсировать все, что пожирала саранча. Бог не способен компенсировать никаких сожалений, никакого прошлого. Я вчера целый день говорила, все старое прошло, теперь все новое. Спасибо тебе, Господь, что все старое прошло, теперь все новое. Спасибо тебе, Господь, что ты укрепляешь меня силой и могуществом своим. Спасибо, что я в могущественной силе хожу. Спасибо, что я хожу в огне. Спасибо, что я всегда вижу, как ты уже усмотрел для меня решение. Благодарю, что я всегда слышу голос решения. Благодарю, благодарю, что ты ко мне говоришь голосом благоприятных стечений обстоятельств. Благодарю, 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 что это стечение благоприятных обстоятельств прямо сейчас уже в моей жизни. Благодарю, что я победитель. Благодарю, что я торжествую. Благодарю, что я вечно отнесу. Благодарю, что меня всегда обилие. Благодарю, что меня всегда изобилие. Благодарю, что я всегда на высоте. Благодарю, что я всегда на коне. Благодарю тебя, благодарю тебя, что я выхожу сухой из-за этой ситуации. Я выхожу сухой. Что такое? Как с гуся вода, с меня вся беда. Как с гуся вода. Вот кто понимает этот образ? Давайте о нём поговорим. Как с гуся вода, с меня вся беда. Как с гуся вода, с меня вся беда. Например, у меня обычно на столе всегда ключи есть. Я ещё очень люблю, я когда-то в своё время очень... Ну, я водитель, у меня постоянно в руках ключи. Вот как-то так были. Я очень любила ещё такое. Вот как вам такая присказка? Мне всё нипочём. Что означает всё? А люди говорят, надо заплатить. Я согрешил. Вчера работала с одной женщиной, она говорит, я согрешила. И теперь мне за этот грех придётся всю жизнь мою расплачивать. Я сижу, её слушаю, сама думаю, ты его ключом, не знаю, не почём. Слава Богу, что мне не надо ни за какой грех расплачивать. Иисус расплатился, ребят. Иисус уже вознёс на грех все грехи. Всё, вот этого достаточно. Всё. Не надо ни за какой грех расплачиваться всю жизнь. Это не был грех, это был опыт. Это была саранча, которая прибежала и сорвала всё поле. Ну, ничего страшного. Но Бог способен компенсировать всё, что саранча сожрала. И мы говорим, Бог всемогущий. Бог действует во мне. Бог действует через меня. Божья сила во мне. Благодарю за эту силу, которая действует во мне. Благодарю. 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 И через благодарность, и через музыку, например, того же... Ну, я вас не говорю, что вот именно эту музыку, берите там, Меркурий. Меня она просто вставляет. Она меня реально штырит. Потому что в этот момент я прямо чувствую. Она меня... Она меня как бы возвышает. Она меня... Вот у меня называется триггер на неё. Но у вас может быть свой триггер на свою музыку. Возьмите какой-то свой триггер, который... Сейчас... Одно время меня вставляла песня русская. Будет всё, как ты захочешь. Только, только... Будет... Там-тарам-короче... Та-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Но вот эти слова... Будет всё, как ты захочешь. Они мне так вставляли в своё время. Реально. Они у меня сутками в голове звучали. Будет всё, как ты захочешь. Там-та-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, у меня нету там дара петь какие-то такие песни. Но они у меня там не звучат. Какие ещё? Ну, давайте здесь. Напоминаю. Какие песни есть в вашей жизни, которые вас вставляют, которые вас штырят? Неважно. Русские, английские. Важно вот мотив. Вот мотив, который вас возвышает. А ну, давайте. У кого какие песни? У кого какая песня штыривает? Может быть, несколько песен? Можно я? Я скажу. Давай. Так, кто первый? Настя, давай. Мы когда с Анбаса переехали, когда война была, я вспомнила, что меня очень хорошо поддерживали песни. Это я сейчас уже анализирую. Первая, это у Носкова. Там есть слова «Она меньшее, я не согласен». Да-да-да-да. Вторая, у Кормухина есть песня «Потерпи ещё чуть-чуть, но тебе укажем путь». Там такие слова. «Ты тянешь руки к небесам, вдруг услышишь голоса, потерпи ещё чуть-чуть, мы тебе укажем путь». И потом у нас чудесным образом, ну, я говорю всегда так, с помощью Бога и родственников, мы купили квартиру уже через год жизни в Харькове, приехав с одним чемоданом на семью. И когда, но перед этим я вспоминала, какие тогда песни я слушала. Есть такая вот песня «Уби-2», и она такая весёлая слегка, такая чуть-чуть. «Сияет шамбала, и нежится душа». Но он такая на релаксе такой, что всё получается, всё классно, всё зашибись вообще, и всё будет легко, и классно получаться. И бывают такие состояния, как вспомнится песня какая-то, и я начинаю осознавать, думаю, так, что ты мне вспомнилась сейчас? И я понимаю, что это как будто бы слова, как подсказка из подсознания, что мне надо обратить на это внимание. Вот это и есть голос решений, ребят. То есть вот у вас должны быть всегда готовые песни. Ну вот, например, я говорю, у меня вот эта чемпион, она у меня на все случаи жизни, но это моя песня, она меня штырит. Какие ещё? Вот Настя говорит, потерпи ещё чуть-чуть, и тебе покажут путь. Я бы её тоже переделала. И терпеть я не согласна, путь уже указан мне. И терпеть я не согласна, путь уже указан мне. А почему бы такие слова сейчас? Потому что мы великая терпила. Вы знаете, люди, они великая терпила. Они вот терпят сейчас. Верка Сердюшко. Хорошо, всё будет хорошо, всё будет хорошо, я это знаю, знаю, всё хорошо. А почему будет? Всё хорошо, сейчас всё хорошо, а будет, будет ещё лучше, лучше, хорошо. А ещё лучше будет, лучше будет, лучше будет, Лучше, понимаете, потому что величайшая терпила. Кто из нас величайшая терпила? Кто величайшая? Знаете, мы терпим. Ой, а что там написали? Когда же уже выплаты? 10%. Ой, блин, опять 10% не заплатят. Да оставьте вы эти 10%. Бог силён вам компенсировать. Вот силён компенсировать. Завтра силён компенсировать. Сегодня уже пришли выплаты. Спасибо, что прямо сейчас сверхъестественно приходит оплата. Сверхъестественно пришла моя зарплата. Благодарю, что сейчас сверхъестественно приходит оплата всех моих счетов. Благодарю, что сверхъестественно для меня сверхъестественно для меня это нормально. Для кого-то это сверхъестественно, а для меня это со мной-то нормой. давайте не жадничайте а ну давайте можно я давайте это но у меня не песни а вот как бы осознание так что мы все понимаем да вот вот эти аффирмации но небо а вот это вот сверх естественно благоприятные обстоятельства вот я думаю то ли это скудный словарный запас до который мы говорим который мы себе благо не приносим блин даже вот получается вот вот так мы себе благо не делаем даже элементарно словами сверх естественно мне везет вот именно благо себе вот вот тебе пожалуйста вторая заповедь до которой иисус сказал люби ближнего как самого себя вот тебе пожалуйста нету нету любви или ментарных слова давайте есть есть любовь если благодарю что божья любовь течет благодарю что бог так сильно меня любит что просто сверх естественно все мои счета покрыть вот я я всем говорю мои счета сверх естественно покрываются потому что то божья забота обо мне я позволяю что бог заботился обо мне я позволяю на мир же карты собами благодарю тебя боже что твоей рукой ты сверх естественно покрываешься щита я вижу повелевая себе пить и по его себе видеть что ты сверх естественно решила все эти вопросы спасибо я знаю я знаю я благодарю тебя за то что внутри меня звучит слово знания благодарю тебя что слово мудрости звучит спасибо что у меня есть дары благодарю тебя благодарю что у меня больше чем достаточно и счета хватает и благословить хватает и еще и праведника твоего который пришел в мою жизнь спасибо что у меня всегда дыли спасибо что долга долги амулированы благодарю тебя благодарю 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 что все банки к не благоволят благодарю тебя благодарю что сверх Естественно, закрываются счета. Я делаю шаг и процветаю. Спасибо, я делаю шаг и процветаю. Благодарю тебя. Благодарю, что люди благоволят ко мне. Клиенты благоволят ко мне. Да, это скудность слов. Да, потому что... Вы знаете, Галин, вот прям на вас, на вашем примере, да, вроде иногда вот такое озарение, да, вот прям такой восторг, такое поднятие духа, да, иногда, да. И ты прям что-то, и даже в это время ты не говоришь что-то хорошее. А вот именно надо на поднятие говорить все вот эти аффирмации, да? Это не аффирмация, давайте так, это слово, потому что слово... Утверждение, утверждение. Смотрите, есть слова, которые мы говорим, они просто ментал, чистый-чистый ментал. У меня все будет хорошо, я знаю, что все будет, конечно, хорошо. Ну, что ты переживаешь, все будет хорошо. Это просто слова. Они не действуют. Но слова, которые напитаны большим количеством эмоций, они становятся тяжелыми. Да, да, да. Слова, которые тяжелые эмоционально. То есть, смотрите, когда мы попадаем в какую-то яму, эти слова напитаны большим-большим эмоциональным, когда у нас боль, например, как ради. Вечно ты меня не понимаешь. Я так и знала, что ты как мама своя. Эти слова напитаны эмоцией. И точно так же мы можем другие слова вкладывать в них колоссальнейшую силу эмоций. И самая сильная эмоция, которая есть вообще на этой земле, это сила благодарности. Она самая-самая-самая тяжелая энергетическая вещь, которая моментально идет на воплощение. Благодарю, благодарю себя, благодарю себя. Я благодарна самой себе, что через эту ситуацию я узнаю, что во мне живет финансовый гений. Благодарю себя, что во мне всегда жил финансовый гений. И это время его пробуждения. Благодарю себя, благодарю себя, что у меня много источников дохода. Я благодарю, что деньги приходят со всех сторон. Я благодарю, 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 благодарю за жизнь с избытком, благодарю, что у меня всегда обилие денег на счетах. Кто понимает, о чём я говорю? Потому что я знаю, что есть некоторые люди, которые говорят, что мой голос ничего не значит. Я говорю, и это как пустой звук. Я говорю, почему? Потому что мы убедились, что наш голос ничего не значит. Мы, когда были маленькие, я вам постоянно об этом говорила. Мы себя убедили и нас убедили. Папа спит. Тихо-тихо-тихо. Не говори громко. Сестенка пришла с учебы. Надо поволчать. Что ты кричишь? Она не кричит, не кричит, она быстренько. И мы закрыли свои рты. Но высвобожденное слово. Давайте все вместе скажем. Высвобожденное слово. Прямо вместе со мной скажите. Высвобожденное слово. Высвобожденное слово. Не мысль. Да, когда мы едем в транспорте, понятное дело, я там не буду стоять. Мои счета все закрыты. Мои там... Бог усмотрит для меня решение. Вся саранча прямо сейчас вон с моего поля. Но в транспорте, в метро мы можем что еще делать? У нас вот здесь есть точка. Кто знает про чакры немножечко? И вот здесь у нас одна есть из чакр. Вот здесь на руках. То есть открытые каналы еще их называют. Открытые каналы рук. Что еще можно сделать? Когда в метро едете, вот сюда нажимаете, и мысль делаете очень сильной. Лучше. Все лучше. Все лучше. Алин, куда? Куда? Покажите. Вот ладонь. И вот середина ладони. Посередине, да? Вы прямо делаете сюда себе больно, потому что каналы рук закрыты. Кто знает, что деньги связаны с каналами рук? Деньги связаны с каналами рук. Руки получать мы получаем и отдаем руками. Ну, раньше так было. Сейчас понятно, карточкой. Но раньше руками мы брали и руками отдавали. Поэтому вот сюда нажимаете. Эта точка меня связывает напрямую с подсознанием. Поэтому лучше. Лучше. Все лучше. Все лучше, моя жизнь. Мне покажут. Путь укажет. Путь уже есть. Препятствия отсутствуют. И вы начинаете просто стимулировать эту точку. Эту точку. Ну, не... Вот. Я, например, очень люблю идти... Ну, у меня такое-то как... Финская ходьба. Я прямо беру палки и палками нажимаю. Вот там сами палки на эту точку. Иду прямо нажимаю. И в этот момент в лесу провозглашаю. Но идеально работает высвобожденное слово. Не мысль, а высвобожденное слово. Высвобожденное слово. Сказанное слово. Поэтому у нас, в нашей культуре, нету специальной комнаты. Вообще должна быть специальная комната у нас. Куда мы могли бы выходить, знаете... И вот Луиза Хэй об этом писала. Она говорит, что у нее в офисе специальная комната, звуконепроницаемость. И она отправляла туда работников, чтобы они там кричали эти слова. Чтобы они там высвобождали эти слова. Наше издательство процветает. Мы... Наш голос издательства всегда слышим. Наши клиенты всегда только наши. Мои клиенты всегда идут за мной. Мои клиенты там... Наши книги издаются на всех языках. Мои книги там... Я благодарю. Но она просто предлагает афирмацию. А я вам предлагаю их соединять с благодарностью. А если еще в этот момент вы какую-то песню включаете, которая... Кто знает еще какие-то гимны? Прямо можем в ютубе забить гимны. А ну давайте, Ирина. Какой гимн знаете? Не гимн, а песня меня всегда вдохновляет. Вот после ваших особенно слов. У меня прям... Я хочу, чтобы эта песня, эта песня не кончалась. Дальше не помню. Отлично. И вот эти слова. Эта песня, вот именно та песня, которую я придумаю, которую я пою, которую я воспеваю и вот говорю. И я хочу, чтобы она не кончалась. Ага, отлично. Влечу каждого своя песня. Поэтому вам домашнее задание каждому найти песню, которая его бы вставляла. У кого еще какая песня? Делитесь. Мне очень нравится песня у Лэпса про счастье. Ну я что-то еще слов не могу вспомнить. Но я найду ее. Я вам ее отправлю. Вот. У кого еще какая песня есть? От улыбки станет день светлее. От улыбки даже... Потом песня... Сейчас я ее тоже очень люблю. Проснись и порт, проснись и порт, Попробуй в жизни хоть раз. Ну она у меня есть там внутри ее слова. Но вот когда я начинаю... Ну вот это проснись и пой, проснись и пой, Попробуй в жизни хоть раз. Она у меня вообще колоссальная. То есть, ребята, цель сегодняшней встречи высвобождена. Поэтому давайте, пока у нас есть время. Настя, дай три слова. Вот прямо сейчас пусть через тебя идет. Я благодарю за то, что... Давай. Три. За что ты благодарна? Я благодарю за то, что я учусь зарабатывать деньги. Давай так. Я люблю генерировать деньги. А ну давай. Зарабатывать – это слово «работать», «работать». Я люблю генерировать... Я благодарю за то, что я люблю генерировать деньги. Я легко генерирую деньги. Благодарю. Я легко генерирую деньги. Легко инициируй финансовые источники. Каждый день я делаю высокоэффективные, высокопродуктивные, высокодоходные действия. Благодарю, что каждый день я делаю высокодоходные. Видите, как важно давать обратную связь. Сейчас мы даём Насте обратную связь. Благодарю, что каждый день высокодоходные. Благодарю, что вы каждый день высокорезультативны. Благодарю, что мои счета все сверхъестественно покрыты. Благодарю, что сверхъестественно, просто, и Бог усмотрел уже решение этого вопроса. Я благодарю, что я свободна от действий саранчи. Я благодарю, что прямо сейчас я поливаю свой сад-огород специальным средством, вся саранча убирается вон с моего сада. Потому что то, что происходит, это саранча называется. Так, у кого еще? Давайте. Следующий. Я благодарю, что носители денег всегда идут за мной по питанию. Я благодарю, что я привлекаю. Я благодарю, что я привлекаю носителей денег. Я благодарю, что мой бизнес процветает. Я благодарю. Я на сегодняшний день класс. Я всё это запишу, каждое слово. Запись будет, поэтому... Отлично. Да, я благодарю, что я процветаю. Я благодарю, что я... Как сказать? Как это? Улетело это слово? Обречена на успех. Ой, как хорошо. Я тоже очень люблю это слово. Спасибо, что я обречена на успех. Спасибо, что я обречена на процветание. Спасибо, что моя жизнь наполнила. Я полная часть. Благодарна, что я притягиваю благоприятные обстоятельства. Я магнит для благоприятных обстоятельств ежесекундно. И голос решений самый громкий среди всех голосов во мне. И голос решений самый высокий голос во мне. Шикарный. Кто еще? Давайте. Кто за что благодарен. Мы сейчас слепим те слова, которые мы будем говорить в течение дня. Через благодарность. Ребят, только через благодарность. Благодарю. 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 Вот всем сердцем прямо благодарю. Прямо говорите эти слова. Сейчас я всем сердцем благодарю. Может быть, мы пока не всем сердцем говорим. Сейчас. Сейчас. Так, кто следует? Давайте. Ну, а как еще сказать, Галин, вот, чтобы, вот вы сказали мысль такую, что не надо думать, там, вернут, не вернут, да, потому что, ну, это под вопросом. Дай бог, чтобы вернули, да. Но на это не обращаю, но я компенсировала, что ли, вот как это правильно сказать в слове? Как это высвободить слово? Я вернула свои деньги, что ли, или что? Все старое прошло, теперь все новое. Все старое прошло, теперь все новое. Знаете... Или я сгенерировала, да, сгенерировала деньги легко. Все мое возвращается ко мне. Я бы так это сказала. А, все, шикарно. Все мое возвращается ко мне. Да не будет воровства. Да не будет потерь вовеки. Да не будет воровства. Да не будет потерь вовеки. Да не будет. Прямо сейчас я говорю спасибо, что да не будет больше воровства. А вот это не подсознание же не воспринимает. Смотрите, мы делаем акцент. Да, не будет. Да, не будет. Вон из моей жизни воровство. Я свободна от воровства. Так, кто ещё какие слова говорит? Тут важно не слово «не», то важно, что в этот момент вы вкладываете в это. Какую эмоцию, да? Какую эмоцию вы в этот момент вкладываете? Какую эмоцию вы в этот момент вкладываете? Вы можете найти те слова, которые... Например, я свободна от воровства. Всё старое прошло, теперь всё новое. Всё старое прошло, теперь всё новое. Всё старое прошло, теперь всё новое. Опять, в зависимости от того, как вы понимаете слово «новое». Вот я... Мы здесь можем тоже очень много с вами говорить. У кого ещё? Какие слова заканчиваются две минуты, и мы заканчиваем. Благодарю, что у меня есть возможность заработка, или как? Что есть, что есть... Благодарно. Благодарю, что у меня много источников дохода. Благодарю. Не зарабатываю, ребята. Работают рабы. Работают рабы. Запоминаем это. А мы дети, чем вы, чем Богом. Мы творцы. Поэтому благодарю, что я генерирую деньги. Благодарю, что у меня масса идей для генерации финансово-ёмких проектов. Благодарю, что мои проекты все успешны. Благодарю, что мой бизнес успешен. Благодарю, 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 что все мои струдники успешны, благодарю, что моя команда могущественная и сильная и так далее. Давайте, Валентин, из того, что вы услышали. Также. Благодарю всем сердцем. Давайте так, давайте начинать со слова «Я благодарю всем сердцем». Благодарю всем сердцем. Я знаю, давайте мы начнем именно с этого слова. Я знаю, что мои слова имеют значение. Я знаю, что мои слова, я высвобожаю слово, и оно обязательно находит реализацию. И оно вечно находит свое воплощение. Вот с этих слов мы все начинаем. Тот, кто будет, напишите, пожалуйста, эти слова, потом в телеграме, вот в этом полчаса сеют, чтобы мы прямо все вместе под копирку начинали эти слова. И я вам даю домашнее задание три раза в день минимум по десять минут высвобождать где угодно. Хотите идите в лес, хотите идите не так, дома, хотите идти холодно, но вот три раза в день. Два минимум. Ну, маловато. Сейчас запись оборвется, и мы заканчиваем. Все, ребят, всех благ вам. До встречи. Давайте вот просто руками щелкнемся и говорим. Я эту ситуацию уже победила, она у меня уже под ногами. Все, я торжествую. Все, я уже выиграла в эту ситуацию. Я выиграла. Я выиграла. Я выиграла. Деньги не обязательно отсюда могут прийти. Они могут прийти откуда угодно, понимаете? Потому что если вы зацепите сейчас только за это, только за это, и не дай бог что-то пойдет не так, вы разочаруетесь. Поэтому я разрешаю деньгам приходить отовсюду. Все мое всегда будет мое. Все, 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 все. Как здорово.